Спасибо, коллега! Динамо и Иртыш для обоих клубов это была первая официальная игра в новом сезоне. Основное время матча завершилось в ничью 1-1. И гол! Счет открыл на 67-й минуте игрок хозяин в поле Константин Погребан. Но спустя 5 минут полузащитник Иртыша Элия Берковский его сравнял. Исход игры решила серия пенальти Если чемпионы мира сборная Франции Бурно и неприлично отмечают победу в клубах Чем сейчас возмущены фанаты Наши динамовцы более скромные Отдыхать некогда Сегодня восстановительная тренировка Кому сейчас тоже нельзя расслабляться Так это Сергею Шубенкову Он сейчас готовится к чемпионату Европы по легкой атлетике Который стартует 8 августа Спортсмен находится на сборах в подмосковной базе Новогорск Напомню, что наш легкой атлет пока единственный спортсмен Которому удалось пробежать 110 метров с барьерами Быстрее 13 секунд И Барнауле заявил, что готов рвать своих соперников Что ж, желаем ему победы И еще за одного нашего земляка мы держим кулаки 34-летний Алексей Кунченко Пройдет боевое крещение на бойцовском чемпионате в Москве Дебютирует он 15 сентября Непобежденный боец из Благовещенского района Встретится с бразильцем Тиагу Халвисом Бывшим претендентом на титул чемпиона UFC в полусреднем весе Всего на счету Кунченко 18 боев смешанных единоборств В которых он одержал 18 побед 14 из них досрочно Еще раз респект нашим белоголубым Матч 1-32 финала Кубка России пройдет в Барнауле 22 августа Соперником футболистов Динамо станет одна из команд ФНЛ Домь, Сибирь или Тюмень На этом у меня все Эти 200 небольшие минуты вы провели вместе со мной Станиславом Сергеевым Желаю вам эффективного времени Твори, дари, благодари Эстафетную палочку передаю вновь в студию